Давай, давай, давай! Так выглядит дефиле на конкурсе красоты для людей с ограниченными возможностями. Диана Халикова вышла к зрителям с букетом на коленях. Это цветы от дочери Мадины, которая приехала поболеть за маму и очень хотела, чтобы она победила. Дочка зашла и вручила мне букет цветов от нее и от своего папы, то есть моего мужа. И, конечно, я говорю, этот букет был самым трогательным и самым важным во всем этом конкурсе, наверное. Диана Халикова к коляске прикована с 7 лет. Ходить не может после дорожной аварии. Пока вылечить ее врачи не могут. Диана очень хотела попасть на конкурс, но стеснялась. Потому что, в отличие от участниц прошлых лет, не может самостоятельно управлять коляской. Сравнивать себя с девочкой, потому что были очень красивые девочки. Были девочки высокие, статные, несмотря на то, что все мы в колясках. А я, наверное, у меня были какие-то комплексы. И самое сложное было с этими комплексами справиться. Поверить в себя, поверить, что я достойна участвовать в конкурсе красоты. Диана Халикова живет в Михайлове. Приехала туда из Мурманска учиться в колледж. После окончания получила высшее экономическое образование. В Михайлове вышла замуж и родила дочь. Диана ведет активный образ жизни. Входит в состав Рязанской области по бочи. Занимается творчеством. Издала три книги, пишет стихи, ведет блог. А родные поддерживают ее начинание и радуются всем успехам. Переживали там все. Друзья наши были, приезжали из Питера. Тоже болели. Голосовали мы там все за нее. Было интересно, хорошо. Было вообще классно, честно. Наталья Щербакова там актриса была. С певцами познакомились, группа ДНК. Друзья на колесах. Они там пели, тоже выступали. С ними познакомились, очень близко познакомились. Обменялись номерами. Я думаю, скоро встретимся опять с ними. Этот конкурс красоты стал для Дианы первым. Из Санкт-Петербурга она привезла корону и множество подарков. Она подружилась с участницами и хотела бы увидеть их снова. Поэтому, возможно, в следующем году снова подаст заявку на участие в Невской красе. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».